здравствуйте сегодня в выпуске новостей от приан мы поговорим об италии и турции оценим невероятные цифры из далекой гренады и пара слов о ближнем востоке про пенины мы не говорили давно но вот пришли данные от национального статистического агентства страны индекс цен на жилье в италии увеличился на 2 процента только за второй квартал и менее чем на процент по сравнению с тем же периодом 22 года и это несмотря на существенное снижение продаж минус 16 процентов годовом исчислении итальянский рынок продолжает жить по своим собственным законам они не всегда совпадают даже с общие европейскими хотя вот как раз весной и летом получается что пенины в общем тренде а какой нас общий тренд южная страна европы значит имеем дело с умеренным ростом цен север скорее всего падения теперь пара слов о турции вот без нее кажется ни один выпуск не обходится платформа индекс опубликовала средние цены в стране за август годовой рост в лирах 110 процентов уточню что этот средняя цена продажи в долларах получается чуть выше 100 тысяч от доллар за год вырос был концу лета 22 года около 18 и сейчас примерно 26 мир то есть к лире он вырос на 44 процента и по грубой оценке в долларах турецкая недвижимость подорожала за год примерно в полтора раза но чуть меньше конечно турецкий рынок крайне неоднороден и как можно было бы предположить популярные у иностранцев районы дорожают стремительно а внутренние напротив но нет например в стамбуле рост в лирах за год всего 92 процента в анталии средний по 112 и средняя цена объекта тут где-то 145 тысяч долларов а более всего выросли цены в трагическом месте в провинции хатай которые феврале более других пострадала от страшных землетрясений там но очевидно из-за нехватки предложения цены увеличились в лирах более чем два с половиной раза и кстати именно нехватка жилья в стране по мнению экспертов индексы не позволит ценам в турции отступить от резких максимумов то есть безусловно рост последнего года он ненормальный но дисбаланс спроса и предложения плюс рост затрат на строительство не дают ценам снижаться по крайней мере заметно по крайней мере в ближайшие месяцы невероятные на первый взгляд цифры пришли из гренады где почти для всех по-прежнему работает инвестиционная программа гражданства напомню до апреля нынешнего года она оставалась последний из карибских принимавший заявки от граждан россии и беларуси последние недели перед закрытием в марте мы напрям ощущали невероятный ажиотаж но вот масштаб его стал понятен только теперь председатель комитета инвестиционного гражданства гренады господин дунка раскрыл статистику из каких стран паспортных соискателей было на гренаде больше всего так вот по его словам до 90 процентов одобренных заявлений от граждан россии чиновник не уточнял о каком периоде идет речь но программа работает с 97 года я не думаю что он привел данные собственно за четверть века так или иначе эта цифра ошеломляет заявление правомерно такого спроса на свое гражданство как в двадцать втором и начале двадцать третьего года гренада не видела за все время существования своей программы не забывайте также что дедлайн это лучшая реклама и объявив конец программы 31 марта будучи единственной и последней программы гражданство на карибах для русских и белорусов гренада фактически сорвала банк наш офис работал просто круглосуточно если смотреть ретроспективно то и черногория со своими двумя дедлайнами сначала в конце двадцать первого года и далее в конце двадцать второго также подняла спрос на оформление своего гражданства моментально и что касается черногорской программы гражданства лидирующими покупателями ее также стали россияне и жители снг впрочем все это как я уже сказал дела прошлое гренада и прочие карибские государства точнее их программы для граждан россии на стопе европейские резидентские в большинстве тоже работают ни шатка ни валка и вообще что осталось то точнее что реально работает для россиян ответ на данный вопрос абсолютно сиюминутный то есть можем давать его вот конкретно в данную минуту записи этого видео так как все слишком бурно и стремительно меняется из официальных программ гражданства через инвестиции которые открыты на сегодня для наших с вами соотечественников остались лишь турция египет и вануату из внж неплохо работает вид на жительство венгрии из пмж кипр и греция но по поводу греции есть небольшая оговорка пмж греции можно оформлять только при наличии любого другого гражданства кроме рф или рб например мы делаем пмж греции через наличие гражданство карибских стран вануату или даже киргизии в заключение вновь об очевидной тенденции последних 18 месяцев когда новые страны начинают представлять себя свои инвестиционные возможности свою недвижимость на русскоязычных рынках понятно что их интерес в первую очередь привлечь обеспеченных граждан россии да и обеспеченные граждане россии как я понимаю не возражают два самых активных региона в этом смысле юго-восточная азия и ближний восток они находятся несколько в стране от санкций многие страны не так уж далеко географически да и туристам они могут быть интересны недавно мы например говорили о камбодже на первой сезоне тишинки насколько я помню впервые в истории у нас была представлена недвижимость бахрейна большинство предложений в этих странах новостройки чаще на курортах обычно в комплексах закрытого типа бонусом идут открытие счета и даже получение внж или долгосрочные визы так например в бахрейне иностранцы эту золотую визу могут оформить с 2022 года цена вопроса покупка недвижимости за 530 тысяч долларов и выше но 530 тысяч сумма как ни крути приличная а вот например в соседнем амане для получения внж минимального порога нет а купить там можно и за 150 тысяч долларов это как раз объекты в специальных туристических зонах которых в ближайшие годы власти амана собираются строить все больше и больше аману и инвестициям в страны ближнего востока будет посвящен очередной вебинар приан с компанией интермарк real estate долгожданная встреча с экспертом екатериной орловой и и многие наверняка помнят по нашим предыдущим вебинарам будет и инвестиционно и интересно на этом прощаюсь подписывайтесь на наши обновления не забывайте ставить лайки ну а мое традиционное пожелание увы менее актуальным не становится всем безопасности и мира мира мира